600 миллионов тенге потребуется для проведения водопровода в одной из отдаленных сел Хостанайской области. Качественную питьевую воду сельчанам обещают провести уже этой осенью. А еще здесь возводят новые спортивные объекты и игровые площадки. Наталья Строкова о ходе строительства сельской инфраструктуры. В строительство этой площадки вложились не только нынешние жители села, но и бывшие. Находясь в разных городах страны, они продолжают помогать своей малой родине. Очередные 6 миллионов тенге потратили на детей. Мы очень рады, что у нас появилась такая детская площадка. Мы с друзьями приходим сюда каждый день, катаемся на карусели и качелях. В нашем селе мне очень нравится. Здесь чистый воздух, есть речка и нам есть чем заняться. Несколько лет назад, благодаря спонсорской поддержке, в селе появились архитектурные формы и спортивные объекты, хоккейные и футбольные корты. Делается это не зря. Мы все видим результаты. Дети стали больше увлекаться спортом. Они достигают хороших результатов. Очень обрадовались, когда наш ученик Мадьяр Жапасов поехал на детский чемпионат по футболу в Португалию. За счет бюджета в селе отремонтировали школу. На очереди медицинский пункт. Сейчас тянут новый водопровод за 600 миллионов тенге. Основная магистраль уже построена. Осталось подключить дома. Пользоваться качественной питьевой водой из крана сельчане смогут в начале осени. Будем устанавливать дома ванну, душ, стиральную машину. Сможем огородом заниматься в полную силу. Увеличим площадь и количество овощей и зелени. Планирую фруктовые деревья посадить. В Мангельдинском районе 30 населенных пунктов. В половине из них есть качественная питьевая вода. Доступ к ней в оставшихся селах обещают обеспечить в ближайшие два года. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Устанайская область, Хабар-24.